Здравствуйте, дорогие друзья! Прошлое моё видео было о двух самых распространённых трудовых контрактах во Франции. Сейчас я сделаю перерыв в подкасте «Интеграция», и будем мы говорить не о трудовых договорах, не о том, как искать и находить работу во Франции, а будем мы с вами говорить о Рождестве и о чудесах, которые люди ждут на Рождество, и не только. И самое главное, я вам расскажу о тех людях, которые своими руками, своими сердцами творят чудеса для своих близких. В преддверии Нового года очень много разговоров о праздниках. И, конечно же, блогеры реагируют на праздники. Вы найдёте очень много видео про то, что надеть на Новый год, что поесть, что приготовить на стол на Новый год. Каждый рассказывает о том, что ему близко. Отреагирую на этот праздник Рождества и Нового года, но расскажу вам о том, что дорого и близко мне. В одном из моих давних-давних видео я рассказывала вам о ресторанами сердца. Такой ассоциацией волонтёрской, которая занимается помощью обездоленным, помощью продуктами, иногда горячими обедами, тем людям, которым это необходимо. Во Франции много волонтёрских организаций, много ассоциаций, которые занимаются помощью. Помощью тем людям, которые в этой помощи нуждаются. Эта помощь может быть очень-очень разной. Та ассоциация, о которой я расскажу вам сегодня, в такое время, близкое к Рождеству, называется La Cravate Solitaire. Можно это перевести как солидарный галстук. Во Франции идёт полным ходом подготовка к Рождеству. Всё уже украшено, и везде уже есть товары, которые можно купить к Рождеству. В магазинах, конечно же, есть товары по разным ценам. Показывала в одном из своих шортов большой магазин, супермаркет, где есть и продукты, и промышленные товары. Наверное, обратили внимание, что цены низкие. Для Франции это низкие цены. Этим я хотела показать, что, в принципе, в этой стране есть возможность создать себе праздник на любом уровне. Или почти на любом уровне. Потому что, когда совсем нет денег, тогда даже небольшая цена, это может показаться слишком дорого. Итак, что такое «Ла кровать солидарь» и чем они занимаются? Эта ассоциация родилась несколько лет тому назад во Франции. И это была идея студентов. Несколько студентов несколько лет тому назад во Франции общались между собой и говорили друг другу. Смотрите, как мы живём. Мы вроде как ни в чём не нуждаемся. У нас есть родители, которые нам помогают. А вот некоторые наши коллеги, как им тяжело. Что же мы для них можем сделать? Чем мы можем помочь? И вот они думали, думали. И решили создать такой банк одежды, обуви, аксессуаров для своих коллег-студентов, чтобы те могли приодеться, когда идут на собеседование, чтобы получить какую-нибудь стажировку или чтобы получить студенческую работу, как здесь говорят, job étudiant, работу для студентов, для того, чтобы выжить, для того, чтобы иметь возможность продолжать свою учёбу. И вот эта идея была подхвачена, так как получается иногда с хорошими идеями во Франции, особенно в сфере волонтёрства, в сфере помощи ближнему. В скором времени из студенческого мира это доброе дело перешагнуло в народ. Сейчас у этой ассоциации есть много-много таких ячеек в разных городах страны. Какова миссия этой волонтёрской организации? «Ла кроватта солидера» выступает против дискриминации в любых её проявлениях, в том числе по внешности, в том числе по одежде. Ну, мы же знаем эту поговорку, «встречают по одёжке». И хотим мы или нет, но ещё есть люди, и даже люди в руководящих составах предприятий, и даже люди среди кадровиков, которые ещё встречают по одёжке. А есть, с другой стороны, другие люди, которые ищут работу, но у которых нет даже возможности купить себе что-нибудь такое более-менее офисное, чтобы прийти на собеседование. Как работает эта ассоциация? Они бросают клич на предприятия. Обычно это такие, знаете, предприятия среднего, высокого уровня. Приносят, привозят туда свои такие ящики большие, куда люди будут складывать одежду, обувь, аксессуары, средства для макияжа. Вся эта одежда и опуфи, она не просто так вот для того, чтобы пойти на пляж. Речь идёт об той одежде, обуви и аксессуаров, из которых можно было бы собрать такой целый образ для человека, который хочет прийти и представиться своему будущему работодателю. То есть это такой больше деловой стиль, но в то же время, так как это для всех людей, это не только костюмы какие-то деловые для офиса, это могут быть джинсы, потому что прораб, строитель, он тоже ведь идёт на собеседование, ему тоже нужно прийти и выглядеть достойно. Проблема в том, что да, есть люди, которым не хватает денег на то, чтобы купить какую-нибудь такую представительную, скажем так, одежду. Итак, на предприятия привозятся эти коробки для вещей, вывешиваются объявления, что идёт сбор вещей. Потом происходит встреча, встреча представителей ассоциации La Cravate Solidaria с сотрудниками этой фирмы, куда они пришли собирать вещи. Ну и некоторое время эти ящики остаются на предприятии. А потом, в определённый момент, когда там было договорено, представители ассоциации приезжают, опять происходит встреча с коллективом этого самого предприятия, и представители ассоциации забирают ящики уже полные вещей и уезжают. Каждую среду волонтёры собираются на так называемые ателли дютхи, несколько часов общения между собой и в то же время разбора этих вещей, которые они собрали на каком-то там предприятии. Ну, чтобы вы понимали, о чём идёт речь, вот здесь маленькая такая ячейка этой большой организации собрала в прошлом году 13 тонн вещей, 13 тонн одежды. После того, как это всё рассматривается, рассортировывается по размерам, прикрепляются, значит, размеры к каждой вещи, бижутерия отдельно, аксессуары отдельно, обувь отдельно, это всё очень-очень чистое и поглаженное, поглаженное. Ну, иногда можно что-то там нужно, что-то подгладить. Это всё делают волонтёры. Три раза в неделю сейчас. Было два раза в неделю, но спрос очень большой, поэтому теперь три раза в неделю происходят вот эти мастерские, где помогают выбирать образ определённому человеку, а потом проводят с ним симуляцию собеседования. Эти мастерские для каждого человека проходят в течение двух с половиной часов, полчаса его там встречают, объясняют ему, в чём состоит эта мастерская, что будет на мастерской, распечатывают его резюме, если он пришёл без резюме, потому что до этого уже ассоциация получает резюме этого человека, его присылают разные учебные центры или же это присылают консультанта из полиамплуа. Полчаса это происходит, ему дают кофе, чай, если он хочет. Это такая душевная, душевная беседа, чтобы как-то помочь человеку раскрепоститься. После этого человека проводят в мастерскую по коучинг имиджу. Эту мастерскую я вам быстро-быстро показала тоже в одном шортсе сейчас повторю. Это видео здесь в течение часа коуч по образу вместе с этим человеком, который пришел, выбирают ему одежду, обувь, аксессуары. Если это дама, значит, показывают, что у нас есть для макияжа, она выбирает тоже что-то себе. Когда человек уже все выбрал, там у нас есть кабинки, где они могут все мерить, после того, как человек все выбрал, он вот остается в этой одежде. Очень важно, конечно, чтобы образ соответствовал, то есть все размеру и тому подобному, но еще очень важно, чтобы человек чувствовал себя хорошо в том, что он выбрал вместе с коучем. Второй час это уже мастерская Эх Аша, ведет человек Эх Аш, то есть кто-то из рекрутеров ведет эту мастерскую, они симулируют собеседование и после этого анализируют, как повел себя этот человек, который пришел на собеседование, что он сделал правильно, что нужно улучшить, как он сел, куда он смотрел, как он отвечал и много разных таких секретиков, с которыми делится кадровик. Час, еще один час, значит, прошел и в конце выходит на сцену опять один из сотрудников ассоциации, который снимает, делает фотографии этого человека, который пришел на мастерскую. Сначала делаем фотографии такие деловые, их можно поставить на резюме или, например, в своем профиле LinkedIn, а потом делаем несколько фотографий таких дурашливых, веселых, там есть разные очки, шляпы такие смешные, буа смешные, чтобы человек мог какую-нибудь маску так прицепить и немного повеселиться. Мне было бы интересно узнать, хотели ли бы вы быть волонтером и почему? А почему нет? И этот вопрос я задаю, наверное, не в первый раз, но если вы еще раз ответите на него, я думаю, что это будет еще один повод и для меня, и для вас пересмотреть, продумать еще раз всякие разные возможности. Кто же является волонтерами вот этих всех ассоциаций, потому что во Франции много волонтерских организаций и много волонтеров. Люди очень-очень разные. их объединяет одна общая черта, они хотят помочь ближнему. Среди волонтеров есть пенсионеры, есть люди, которые временно не работают по той или другой причине, а есть и те, которые работают. Для волонтеров организовываются иногда маленькие такие праздники, например, недавно в Крават Соли организовали завтрак. В течение двух часов в первой половине дня волонтеры могли прийти, когда хотят остаться там, сколько хотят пообщаться между собой, кофе, чай, круассаны. Иногда организовываются вечеринки, например, перед Рождеством вечеринка уже была, буквально вчера, и иногда организовываются курсы, короткие такие, или день, или два дня, или там несколько часов по видео. Ближайший курс будет по системе диск, не знаю, кто знает, может быть, кто нет, это такое относительно новая система распознавания своего собеседника. В моем видео о том, как учить французский язык, говорила идите волонтерить, не обязательно там в ту организацию или в другую. Дети просто для того, чтобы общаться на французском языке. Находясь уже несколько лет среди волонтеров, я все лучше как-то понимаю этих людей, и я вижу, что они отдают, но они с удовольствием и получают. Когда заканчиваются вот эти мастер-классы, и приходит вот уже пора расставаться с людьми, которые пришли на эти мастерские, они вот с этими пакетами большими, где они складывают то, что мы выбрали для них, и они благодарят иногда со слезами на глазах. И вот это восполняет энергию, потому что очень важно и отдавать, но очень важно получать что-то взамен. Не обязательно деньгами, не обязательно какими-то материальными благами. Я от всей души желаю вам, чтобы вы нашли в этом мире, в этой жизни то, что вас радует. А если вы уже нашли, чтобы вы это не потеряли. Благодарю вас за внимание. Поздравляю с наступающими праздниками. Желаю крепкого здоровья, и душевного равновесия. До новых встреч!